Приветствую видеоблогер Екатерина Снытко и вот оно новое растение а фильм сегодня пойдет о том что делать если вы купили больное растение это растение действительно больное вот у него два больных листка и оно шатается оно не держится так как должно держаться и первое что необходимо сделать после того как вы принесли из магазина или где бы вы не купили растение которое вы считаете больным нужно осмотреть на паразитов все что угодно может быть на растении почему оно такое ослабленное нет иммунитета не может бороться с заболеваниями и внимательно осматриваем листочки с внутренней с наружной стороны аккуратно аккуратно вот здесь мне не очень нравится липко а липкость говорит о том что может быть щитовка поэтому смотрю с внутренней части листа здесь ничего не вижу так я осмотрю каждый листик очень внимательно тургора нет слабое совсем растение я давно мечтала иметь такое растение как агланема но цены кусаются поэтому смогла приобрести себе только оценю и конечно теперь буду его лечить следующее что мы делаем осматриваем корневую систему вначале делаю перевалку аккуратненько не сказать что она совсем совсем больное но смотрите что я делаю я убираю эту верхнюю часть грунт здесь уже промыт дохожу до корневой системы аккуратно чтобы не навредить запах мне не нравится запах гнилостности сырости такой нехороший мы убираю как можно больше этого грунта если грунт не очень нравится его нужно обработать дать возможность пройти реабилит ком где есть корни разрушать не надо но и корни какие-то вялые не очень нравится вот он горшочек я беру горшочек чуть чуть меньше кажется намного меньше но всего на немного сюда я выкладываю пенопласт как дренаж после этого выкладываю грунт этот грунт я трогать не буду мне его надо привести в норму я грунт всегда делаю сама здесь у меня кокосовый субстрат песок лесная почва ну и добавлю немножко универсального субстрата и также есть древесный уголь он конечно очень хорошо дополняет грунт добавляю субстрат универсальный если у вас нет составных частей хотя я все покупаю это реально купить что в строительном магазине что цветочном то конечно используйте используйте универсальный грунт выглядит он вот так вот здесь вы знаете такое ощущение что только торф и перлит и больше ничего путнего здесь не вижу может быть есть какие-то еще элементы дополнительные но я больше доверяю грунту который делаю сама дальше смотрите на дренаж выкладываю слой грунта смотрите что творится даже отвалились корешки растение перелита видимо да и и эти корешки видите совсем больное растение буду тебя спасать под даже подгнившие их хорошо подсушить бы и обработать активированным углем на это также обратите внимание внимательно осматривать смотрите ведь они прямо отваливаются потому что сгнили ай-яй-яй-яй неизвестно что получится решила убрать все и полностью осмотреть корешочки там где гнилые участки смотрите нет это не дело так растение может и не выжить очень очень хочу тебя спасти помогай мне дорогое мое растение сейчас я обрежу все гнилые участки дам чуть-чуть подсохнуть потому что такую гниль отправлять в грунт нельзя вы посмотрите вот вроде бы кажется хороший а он гнилой поэтому купили растение осматривайте не просто так у него больные листья эти отваливаются кусками и я никаких усилий не прикладываю все подгнившие участки необходимо убрать срезаем где только видите гниль удаляйте до здорового корня использую активированный уголь и теперь обмакиваю кончики чтобы не было подгнивших участков все таки есть еще много подгнивших надо все убрать оставить только здоровые корешки и теперь сажать обратненько выкладываю в сухой грунт корешочки и теперь добавляю грунт поливать сегодня не буду завтра полью и полью с поддона снизу надо чтобы растение приходило в себя по немного теперь вы знаете что надо делать в случае если вы приобрели такое растение осмотреть на наличие паразитов и осмотреть корешки все надеюсь информация пригодится начинающим любителям комнатных растений поливать ни в коем случае сегодня нельзя завтра прошли почти сутки растение выглядит вот так и сейчас установлю воду и полью хорошо мне нужно чтобы грунт хорошо пропитался водой потому что грунт совершенно сухой дам время напиться и самое важное держать его отдельно от других растений вроде бы и все с ним в порядке только корни больные но надо подальше от своих растений держать устроить ему карантин а а а Редактор субтитров А.Семкин